Стимфолийские птицы. Какие характеристики у них? Они живут в болоте, у них железные перья. Это птицы. Вот три основные их характеристики. Болото. Раз мы имеем в виду здесь птиц, птицы вообще в русской культуре – это символ души. Здесь речь идет о каких-то душах, каких мы потом увидим. Болото, значит, благодаря… вернее, птицы и болото – это одно целое. Эти птицы могут жить только в болоте, эти птицы. И у них железные перья, и они пожирают людей. Значит, у этих душ есть железная суть. Теперь мы эти три знания складываем вместе и вспоминаем типы характера человека. У кого из пяти типов характера человека – железные перья, можно сказать. И я сразу вам скажу – у жесткого типа характера. То есть жесткий тип характера – он в броню одет. А почему он в броню одет? Потому что его когда-то предали либо сердечно, либо отказали в любви. Птиц много, у нас же людей, ну, каждого человека, очень много предавали. И сердечно предавали, и отказывали в любви. А это очень нужно. Некоторым людям это вообще по зарезу нужно. Эти птицы – это души предавших нас людей. Потому что мы всех помним. Мы помним всех, кто нам отказал в близости, в телесной любви. И кто нас предал, имеется в виду, выбрал другого, отказался от нашей любви. И все эти, раз мы их помним, все эти люди в нас поселились. А внутри у нас болото. Какое болото? Обиды, всяких униженных чувств, ненависти и всего-всего-всего прочего. Ну, добавлю, здесь я не буду это дело показывать, но вот слово «стимфолийский» показывает, что речь идет о телесной любви. В книжке я это дело расшифровываю, которое вот-вот выйдет. То есть, когда его расшифровываешь, то оно показывает, что речь идет здесь о телесной любви, о предательствах, об отказах телесной любви. Это больше всего ранит и мужчину, и женщину. Что сделал Геракл с тимфолийскими птицами? Он их спугнул медными трещотками, подаренные ему Афиной. Афина – богиня мудрости. А медные мы уже знаем. Это мед. Мед у человека есть в двух местах. Вот здесь мед и вот здесь мед, где мы испытываем медное или медное блаженство. Мудрость заключается в том, чтобы простить всех этих мужчин и женщин и заниматься любовью. Что мы делаем, когда нас предали? Мы замыкаемся в себе. Когда нам не дали, мы замыкаемся в себе. И чем больше человек сидит в этом замке, отказавшись, жесткий тип характера, он закрывается, и у него редкие достаточно связи. И даже в семье тоже редко все происходит. Вот. Он замыкается и в обиде на женщин, на мужчин любовью не занимается. Мудрость заключается в том, чтобы заниматься любовью. И чем больше внутри этих душ с железными перьями человек помнит все эти предательства, тем больше ему надо заниматься любовью для того, чтобы вот простить и отпустить все это. То есть понять, что его любят, что ему никто не отказывает. Что такое трещотки? Я нашел только вот одно единственное объяснение. Женские половые органы, они как вот, как пластинки. И по ним дрым, дрым, дрым. Трещотки. Ну, вообще, предки были, они были очень натуралистичны. У них не было запрета на любовь, любовь, у них не было запрета видеть половые органы. То есть они к этому относились как к данному божественной, великой божественной силы. Поэтому в своей натуралистичности они ничего не отрицали, принимали так, как есть. Поэтому в Греции эрос и процветал. Поэтому я вот это вот единственное вот так вот объяснил, что это только так можно. А поскольку Геракл – это Алкит, это мужчина, который идет путем Геракла, то ему Афина подарила женские половые органы, чтобы он с ними занимался любовью, чтобы вычистил себя. Трещотками он спугнул и, соответственно, убил. А убил – это означает простил. Все вот эти предательства, все эти отказы нужно изнутри вычистить. Тогда будет подвижка вот к этому божественному состоянию. Потому что если ты будешь носить в себе эти обиды, ты никуда никогда не придешь.